Я думаю, тут общего правила нет. Я не в деталях знаю этот случай, но насколько я понимаю, Кох, Собчак и кто-то еще вы назвали? Еще кто-то третий. Это люди, которые обожают пиар, так же, как и Мизулина. Поэтому милые броняться только тешиться. Публично обливать друг друга дерьмом, нападать, рассказывать, как их преследуют и так далее. Это образ жизни этих людей. Поэтому шкуры у них толстые. Что у Мизулина, что у Коха, что у Собчак. Публичный скандал – это форма их существования. Совершенно другое дело, когда людей обычных, нормальных, замешивают, втягивают в идиотские скандалы, начинают оскорблять в интернете. Они это тяжело переживают, многие из них. Но нельзя придумать два правила. Одно для людей с толстой кожей, а другое для людей с тонкой кожей. Одно для людей, для которых скандал и взаимное поливание дерьмом – это бизнес и образ существования. А другое для людей, которые реально воспринимают очень болезненно это. Поэтому я думаю, что никакого общего правила и общего закона здесь не придумают. А в таких случаях, к сожалению, самое лучшее, что можно сделать – это вообще никак не регулировать. Нормальным людям, если их оскорбляют в интернете, можно посоветовать только одно – не суйте голову в этот унитаз, забудьте о нем.